Крокодил В конце 60-х годов советские военные пристально наблюдали за ходом войны во Вьетнаме. В этом конфликте американцы умело использовали вертолётную авиацию для огневой поддержки и транспортировки войск. Схожие задачи в советской армии выполнял уже устаревший Ми-4, который отчаянно нуждался в замене. Один из ведущих инженеров того времени, Михаил Леонтьевич Миль, предложил военным концепцию скоростного вертолёта с мощным вооружением и десантным отделением — так называемую «летающую боевую машину пехоты». В 1968-м начался этап проектирования, а спустя три года, в 1971-м, армия получила первые серийные вертолёты под индексом Ми-24А. Машина была выполнена по одновинтовой схеме. Несущий винт — пятилопастный. Пилот и оператор размещались в совместной кабине, которую из-за характерного остекления прозвали «верандой». В средней части вертолёта разместили отделение для восьми десантников, поэтому Ми-24 отличался недюжинными размерами. Он был крупнее и на три тонны тяжелее, чем американские «Кобра» и «Иракез». Это сказалось на манёвренности, но не повлияло на мобильность. Пара турбовальных двигателей разгоняла машину до скорости более чем в 300 км в час. Вооружение новому вертолёту досталось в наследство от Ми-4. Комплекс «Штурм» тогда ещё был просто не готов. ПТРК «Фаланга», неуправляемые ракеты С-5К, два вида бомб и пулемёт А-12 калибра 12,7 мм в подвижной турели. Не новый, но вполне убедительный арсенал. Тяжёлая, вооружённая до зубов летающая крепость, безусловно, производила сильное впечатление, но некоторые её узлы нуждались в доработке. Следующая модификация вертолёта, Ми-24Д, получила абсолютно новую, раздельную кабину. Конструкторам удалось не только улучшить обзор с места пилота. Теперь 55-мм бронестёкла защищали обоих членов экипажа. Во время войны в Афганистане на Ми-24 этой серии устанавливали станции оптико-электронных помех «ЛИПА» для противодействия зенитным ракетам. Так как работы над новым вооружением затянулись, арсенал остался по большей части тем же, если не считать новых неуправляемых ракет и более скорострельного пулемёта ЯКБ. Именно с этой модификацией за Ми-24 закрепилось прозвище «Крокодил». Уж больно запоминающийся у него был вид в анфас. Позже вертолёт попал в армии стран Варшавского договора. К примеру, в War Thunder можно найти премиумный Ми-24Д чехословацких ВВС. В 1976 вышел Ми-24В — вариант Ми-24 с более современным оружием. В обновлённый арсенал вошли сверхзвуковые ПТУР «Штурм», УРВВ Р-60, Р-60М и разрушительные нары С-8КО. Кроме того, вертолёт получил экранно-выхлопное устройство для подавления излучения двигателей в инфракрасном спектре. Главным новшеством следующей модели Ми-24П стала двуствольная 30-мм автопушка ГШ-32К. Бронебойные снаряды в составе ленты для наземных целей пробивают до 60 мм брони на дистанции в 100 метров, так что с новым вооружением вертолёт стал серьёзной угрозой для лёгкой бронетехники. Правда, вскоре выяснилось, что для многих задач мощь новой автопушки даже избыточна. В последующих модификациях её заменили на ГШ-23 калибром 23 мм. Ми-24П представлен не только в советском, но и в немецком дереве развития, как линейные и премиумные машины на службе армии ГДР. Ми-24 пережил Советский Союз и до сих пор состоит на вооружении более десятка государств, в том числе и Российской Федерации. Ми-35М — одна из наиболее глубоких модернизаций этой машины, которая лишь недавно стала сравнительно массовой. Переработке подверглись множество компонентов. Пара новых турбовальных двигателей «Климов» ВК-2500, возможность установки мощных противотанковых ракет «Атака» и противовоздушных ракет «Игла», тепловизионное оборудование у оператора вооружения — список нововведений можно продолжать долго. Всё это сделало Ми-35М по-настоящему эффективной и современной боевой машиной. «Крокодилы» достойно показали себя во множестве реальных конфликтов. Скорость и мощное вооружение сделали эту машину надёжным оружием, а возможность транспортировки десанта лучшим другом аэромобильных войск. А какой из Ми-24 нравится вам — постарше или поновее? Расскажите об этом в комментариях! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...